Знаменитый создатель легендарного «Синего всадника» обратился к сфере искусств относительно поздно, в возрасте около 30 лет, что не помешало ему достичь значительных высот, став одним из создателей абстракционизма, основателем многочисленных художественных объединений и педагогом в высшей школе строительства и художественного конструирования, более известной как «Боухаус». Кандинский происходил из оригинального купеческого сибирского рода, где причудливо смешалась кровь тунгусских князей, с древнейшей родословной, не менее старинного княжеского рода мансии каторжников, сосланных в Нерчинск за бог весть какие провинности. В детстве будущего художника его семейство, много путешествовало по Европе и территории России, а затем поселилось в Одессе, которая тогда была третьим по значимости городом Российской империи. В этом чудесном южном городе Василий, закончил гимназию, а также получил музыкальное и художественное образование. Несмотря на несомненное дарование мальчика, родители прочили ему карьеру юриста, что он и воплотил в жизнь, учась с перерывами в Московском университете. Однако настоящая жизнь Кандинского как художника, начинается с выставки импрессионистского искусства в Москве, 1895 года, где его в самое сердце поразила работа Клода Моне. В следующем году он уезжает в Мюнхен, где погружается в среду экспрессионизма, но начало Первой мировой войны прерывает его становление, и он возвращается на родину. Но с Советской Россией ему не по пути, и Василий Васильевич, в 1921 году, навсегда покидает родные пенаты. Он уезжает в Германию, откуда через некоторое время вместе с женой, бежит во Францию от нацистов, закрывших Боухаус и признающих только собственное, глубоко формализованное эстетичное искусство. В принявшей его стране он получает гражданство, становится известным и живет всю свою оставшуюся жизнь. За годы своего творчества Кандинский основал объединение «Фаланга», школу, участвовал в губновом валете, затем заложил новое мюнхенское художественное объединение, а позже и знаменитый «Синий всадник». В начале своей художественной карьеры мастер, работал в реалистичной и частично абстрактной манере, экспериментировал с формами и цветом, писал на стекле. Начав преподавательскую деятельность, Кандинский вскоре стал видным теоретиком абстракционизма и Боухауса. Его самые известные полотна – это Москва, Восток, Колебания и Композиция, однако их очень много и каждая из них имеет полное право называться настоящим шедевром. Его картины исключительно интересно рассматривать, возникает ощущение, что с каждой точки зрения в них открывается что-то новое и необычное. К сожалению, пришедшие к власти фашисты успели уничтожить множество работ Василия Васильевича, как и других талантливых мастеров, причисленных к категории дегенеративного искусства. Но и оставшихся полотен нам достаточно, чтобы понимать, каким великим талантом был Кандинский. Скончался мастер в 1944 году в Нее, пригороде Парижа.